Владимирская школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике с года в год принимает первенство ЦФО. К нам в город приезжают сильнейшие гимнасты, которые уже через несколько лет будут сражаться за место в сборной страны. Всего в соревнованиях принимают участие 68 спортсменов из 19 городов России. 9 гимнастов представляют Владимирскую область. Судьи отмечают, уровень подготовки ребят с каждым годом растет. В общем-то неплохой уровень, особенно кандидатов Владимирских. Ребята хорошие. Я думаю, что в ближайшем будущем, ну это год-два, войдут ребята и на взрослые соревнования, будут показывать результаты. Основными фаворитами соревнований называли гимнастов из Костромы, Москвы и Владимира, и наши спортсмены оправдали ожидания. В многоборье по программе мастера спорта золота взял Владимирец Владислав Новокшонов. Еще один наш гимнаст Виталий Суходольский стал первым в многоборье по программе КМС. Однако сегодня на финале в отдельных видах многоборья успех повторить юноша не смог. Гимнаст рассказывает, после подобных падений настроиться на следующее упражнение крайне сложно, однако быстро переключиться и не зацикливаться на поражениях у молодого человека получается. Например, сегодня Виталий смог завоевать золото после неудачного выступления на кольцах и коне. Обидные падения были и в многоборье, где юноша стал чемпионом. Ну, получилось. Вот у нас шесть снарядов, да, у меня получилось пять, на одном я упал. Ну, для меня я плохо выступил на этих соревнованиях, и сегодня тоже не получилось еще три снаряда. По сути, главное, за что борются ребята на этих соревнованиях – возможность выступить на первенстве страны. В этом году Федерация по спортивной гимнастике сократила количество участников. От Центрального федерального округа будут отобраны 14 спортсменов. Владимирская школа Олимпийского резерва надеется, что как минимум четверо гимнастов из нашего города получат шанс выступить на всероссийских соревнованиях.